Привет, друзья! Второй день, вторая книга. Я вообще думала, мы сегодня с вами не встретимся, потому что у нас как бы ноябрь, но комары до сих пор есть. И самое странное, что все эти вонючки от них из магазинов убрали, и поэтому я безоружна просто перед этими страшными противниками. И сегодня всю ночь я с двух до шести утра не спала из-за жужжания над ухом. Я не знаю, что это за комар-ниндзя, я включала свет, и он исчезал. Вероятно, он прошел какие-то комариные учения. И в общем... Комар-ниндзя, как будто звучит, как будто я прогрузился. Комар-ниндзя. Вот. Он меня укусил, так что я сегодня буду вещать с распухшей щекой. Ну, в общем, это уже такое, это не важно. Идемте выбирать книгу на второй день и читать ее. Вообще, у меня был план. Первый день я читаю Дэмиана. Он мне, конечно же, нравится. Поэтому я с счастьем и радостью беру во второй Степного Волка, чтобы прям дополнить впечатление. План, как вы понимаете, провалился. И я не очень сильно уже хочу брать Степного Волка. Может быть, я в этой неделе его еще и возьму. Но прям не сразу после Дэмиана, если честно. Еще слишком свежи воспоминания моего разочарования. Кстати, мы вчера вечером очень интересно обсуждали с Лерой вот этот роман. И, наверное, может быть, стоит взять Сартра, чтобы и сегодня с Лерой очень весело его обсудить. Так что, наверное, так и сделаю. Вот. Причем, что Лера сказала мне, что, скорее всего, мне Сартр тоже не понравится. Так что, готовьтесь к занудной Алисе, которая постоянно бубнит и на все жалуется в этой неделе чтения. Я вообще обожаю обсуждать с Лерой книжки, потому что мы с ней настолько разные. И вкусы в литературе у нас настолько разные, что чаще всего мнение у нас тоже противоположное. Если мне что-то нравится, Лере нет. И наоборот. Единственное, вот в чем мы сошлись, это в Саре Пинборо «В ее глазах». Нам обеим эта книга не понравилась. Поэтому, представляете, вообще, насколько она плохая. Вот. И из-за этого у нас получается настолько интересная дискуссия с полярно противоположными мнениями. При этом мы не распаливаемся, именно не спорим, а мы обсуждаем. И это очень интересно. И Лера очень убедительные часто аргументы приводит. Вот то же самое и с Дэмианом. Я к нему даже после общения с Лерой начала лучше относиться. Мы обе пришли к тому, что это подростковый роман, да, что это роман о подростках, о переживаниях подростковых, о таком очень чувствительном мальчике, который от реальной жизни, от взрослой жизни отгораживается странными фантазиями. И все дело в том, что Лере такое нравится, и Дэмиан тоже понравился, а мне такое не нравится, и Дэмиан тоже не понравился. Вот я не знаю, почему, но мне совершенно неинтересно читать о подростковых переживаниях. Притом, что я сама была таким очень странным, проблемным подростком, так что это вроде бы должно быть мне близко, но нет. Возможно, я сама настолько себя раздражала в этом возрасте, что читать про таких же раздражающих подростков мне не очень хочется. Вот. Так что Лера мне сказала, что тошнота мне, скорее всего, тоже не понравится, потому что там приблизительно такой же замороченный человек, только уже не подросток, а взрослый. Не знаю, посмотрим. Я почему-то до сих пор не прочла эту знаменитейшую классику, потому что вот опять же у меня есть предчувствие, что мне эта книга не понравится, и вообще вот вся эта классика, которая до сих пор у меня не прочитана, она не прочитана по той причине, что мне кажется, что она мне не понравится. Так что, опять же, предупреждаю, вполне возможно, тут всю неделю будет бубнящая Алиса, но посмотрим. Мне очень интересно прочитать любимую книгу Леры, уже хотя бы потому, чтобы узнать ее получше. И потому что это один из главных романов 20 века, и хотелось бы, конечно, все-таки знать, что, в чем там дело, что он собой представляет. Все, идемте читать. Еще у нас сегодня немного дел. Кстати, если кому интересно, чем закончилась комариная история, я победила. Я нашла его утром и прихлопнула. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца. Оно подернуло по золотой грязную белую мглу, висящую над стройкой. Оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми обманчивыми бликами. Но я же знала, что я не сумасшедшая, и кто-то еще не любит такое навязчивое солнце. Главный герой немножко сумасшедший в тошноте тоже. Вот, отлично. Ну что, друзья, прочла я 85 страниц. Книга на самом деле очень быстро читается и легко. Я думала, что она так сложно написана, что я там одну страницу буду читать час, но нет, все хорошо. И книга эта рассказывает о таком мужчине, которого в 17 веке, возможно, бы спалили на костре. В 19 веке таких лечили электрошоком. В 20 веке в Европе они слыли интеллектуалами. В СССР бы их, возможно, отправили работать на завод, чтобы эта вся дурь из головы вышла. А в 21 веке у этого всего уже есть название, с этим работают психотерапевты. Это тревожное расстройство. Здесь у главного героя, вот типичнейшее, по крайней мере, да, судя по его ощущениям, описанием его чувств, тревожное расстройство. Его все раздражает. Он не может усидеть на месте и постоянно где-то гуляет. Его беспокоят даже какие-то малейшие, ничего не значащие вещи. Например, он держит в руках гальку, и она кажется ему настолько отвратительной, что его начинает тошнить. У тревожного расстройства даже один из симптомов это тошнота. Ну да, скорее физическая, но тем не менее, даже это слово в симптомах там есть. И когда ты это понимаешь, что это, скорее всего, да, такое психическое расстройство у героя, а не что он такой весь из себя интеллектуал, процентов 80 романтики с этого произведения спадает. Ты просто понимаешь, что, ну, человек видит мир таким, какой он есть, потому что у него психическое расстройство действительно, а не потому что он какой-то прям супер умный, просто невероятно чувствующий человек. Интеллектуальный. Вот. И, ну да, здесь просто герой описывает, как ему все отвратительно, и он заходит в кафе, и ему там все отвратительно, и люди ему отвратительны, и собственное лицо ему отвратительно, а он смотрит на себя в зеркало. И вот эти вот, вот эта кожа, эти бугорки на лице, он не понимает, зачем они эти какие-то выпуклые, остекленелые штуки под названием глаза, да, это все так мерзко, и руки это как червяки, и они ему тоже отвратительно. И вот он ходит, и всю книгу брюжит, ему все отвратительно. И, честно говоря, это прям даже немножко раздражает. Опять же, несмотря на то, что с ним происходит, все равно он выглядит таким мерзейшим, высокомерным человеком, который раздает оценки всему окружающему. Вот. Но, не знаю. Но пока 85 страниц, опять же, прочла, поэтому пока еще какую-то точную оценку рано делать. А сейчас я пойду собираться, и мы с Ваней побежим просто на почту пулей, и расскажу, почему. Сейчас только пойду собираться. Так, а куда мы бежим? Стремительно мы бежим на почту, потому что там целая эпопея с посылкой. Три месяца назад Настя мне отправила в подарок чудесные книги, и в итоге только они мне пришли, у нас забрали паспорт на документы. И мы не смогли забрать посылку, и она, блин, улетела обратно. Я не успела написать заявление. Короче, это была целая эпопея. Настя мне... Она ехала месяц с Настей, потом Настя отправила мне ее обратно, и вот она едет, ехала месяц мне. И я теперь стремительно несусь, чтобы, может, ее не отправили обратно, вдруг ее хранят на почте два дня. Вот. Поэтому в этот раз я уже надеюсь ее не профанарить. И мне там еще одна посылка пришла про нее, я вообще отдельное видео буду снимать. А еще мне нужно забрать кольцо грузинского дизайнера. Я уже на него смотрела. Наверное, вот как приехала в Грузию, мне выбило в рекламе этого дизайнера, и все, я 8 месяцев взвешивала все за и против, нужно мне это кольцо или нет. В итоге решила, что да, и вот мне под заказ его сделали на мои пальцы. Я вам его покажу. Красота. Решила, пусть из Грузии у меня будет какая-то прям важная вещь, памятная. Кейси, ты, Джорджи, это не снимаешь? Ну вот, в общем, оно так смотрится, его можно перевернуть вот так. Очень мне нравится. Сейчас еще если маникюр нормальный сделать, то будет очень стильно. Так что я довольна. И прошу уделить внимание моим кедикам, которые я буду носить пока тепло и сухо до последнего, даже дома. Настолько мне они нравятся. Вот такие красавчики. В ванне, кстати, тоже ничего такие. Настя, она у меня, представляешь? Она до меня добралась. Я не поверю, пока не открою, не проверю, что там. Но, видимо, по дороге я все-таки забегу в магазин и куплю бутылку шампанского. Кстати, это горемычная посылка. Нам ее опять не хотели отдавать. И она опять чуть не поехала обратно, потому что там ошибка была в фамилии у Вани. И написали Трабочкин. И мы очень долго разбирались. Я вообще сомневаюсь, что существует какой-то Трабочкин. И поэтому нам все-таки отдали посылку. Фух, пришли домой. И я, конечно же, первым делом побежала открывать посылку, пока Ваня тут раскладывает покупки. Долгожданнейшая, которую я ждала целых три месяца. Мне кажется, приключения с этой посылкой поранили нас Настей больше, чем даже если бы мы детей друг друга крестили. Потому что это было очень нервно. Вот. И очень стрессово. Так что, надеюсь, все доехало в целости и сохранности, по 15 раз туда-сюда катаясь. Я знаю, что там должна быть одна крутая книга. Одна очень крутая книга. Ну, о которых я знаю. И одна какая-то таинственная книга моего любимого автора, который написал вот нетипичную для себя работу. Так что интересно. Так, конечно же, пакет. И о, как он тяжелый. Так, начнем. Наверное, вот с этой я ее знаю. Эту книгу ты знаешь. Надеюсь, она тебе понравится. Очень красиво Настя еще все запаковала. Так, давайте я вас ближе поставлю, чтобы вам было лучше видно. Да. Это Магнус Флорин и книга Сад. Вот из этой серии, в которой выходила Канта, Пауля Низона. Вот. И там очень красиво было написано про Италию. А здесь, я так надеюсь, будет очень красиво написано про какой-то сад. Тут вон даже есть иллюстрации, какая-то черепаха, равлык или же улитка по-русски. Что-то очень странное. Вот. Спасибо огромное. Следующее. Давайте тоже, которую я знаю. Это прям бомба. А, эту книгу я так хотела. Приятного чтения. Расскажи потом про нее. Очень интересно узнать. Обязательно расскажу. Мне Настя ее и открыла, о ее существовании рассказала. Я ее ужасно захотела где-нибудь найти и прочитать. И Настя мне решила ее подарить. А, да, это она. Так, регионы великой ереси и окрестностей. Бруно Шульц и его мифология. Книга о Бруно Шульце. Такая здоровенная просто. Посмотрите вот на нее. Где здесь? И на сад. Джессик, не рви, я тебя прошу. 528 страниц. Джессик, уже приступил. Эта книга посвящена Бруно Шульцу. Эта книга посвящена Бруно Шульцу, польскому писателю и художнику еврейского происхождения. В этом году отмечается 120-летие со дня его рождения. И 70-е годовщина трагической гибели от Кулия Сессовца. Вот. Это в каком году? В 2012. В 2012 года книга. Неудивительно, что ее нигде не было. Так что очень интересно будет почитать. Огромное спасибо Насте, что раздобыла и отправила мне книгу об одном из моих самых любимых писателей. И таинственная книга. Давайте мы ее посмотрим. А, вот здесь бумажечка. Любимый автор. Один из самых любимых. Нетипичный роман для него. Написан в соавторстве. Возможно, дополнит его море. Море. Какое море? Написан в соавторстве. Я подозреваю, что это может быть. Да, это она. Ура! Это Ясмина Михайловна и Миларат Павич на берегах Хазарского моря. Я себе эту книгу заказывала в феврале. И мне она не приехала вот до сих пор. И я в октябре написала, ну где там, что-то долго книга идет. Мне ответили, знаете, она, наверное, не дойдет. Давайте я вам верну деньги. И вот мне теперь она дошла уже от Насти. Это прям было попадание. Спасибо большое. Это его роман в соавторстве с женой. Тоже писательницей. Так что я его очень хотела почитать. Посмотреть, как они там в тандеме сработались. Спасибо огромное, Настя. Я очень рада, что наконец-то посылка дошла и можно выдохнуть. Вот такие вот чудесные книги. Спасибо огромное. И от Дживса, который тут получает просто неземное удовольствие. Он уже привык, что вся упаковка с моих посылок всегда отходит ему. Угадайте, что я купила в супермаркете. А еще с Лерой мы любим обсуждать не только литературу, но и другую нашу не менее сильную страсть – еду. Поэтому под влиянием Леры я купила себе паштет. Мы обсуждали деликатесы, которые каждый из нас любит. Вот я назвала устриц, а Лера сказала, что она обожает фуагра, паштеты эти все, намазать на зажаристый хлебушек. И она так это все расписала, что я не удержалась и купила паштет. Захотелось. Так что сегодня я буду читать любимую книгу Леры и заедать любимым деликатесом Леры. Прям видео посвящено Лере. Ой, как ему вкусно. Ой, как любить хрустящий хлебчик. Все, я не встану отсюда никогда. Только разве что ради этого. Чем я не люблю эксклюзивную классику? Тем, что ее нельзя читать одной рукой. Чтобы перевернуть страницу, мне нужно поставить кофе. Перевернуть ее и взять кофе. Это очень сложно. Перевернуть ее и взять кофе. Ну что, друзья, как вы понимаете, я как села, так действительно и не вставала. Осталась верна своему слову. Я до сих пор на диване. Не знаю, почему-то я сегодня так устала. Вот бывают какие-то такие дни, когда прям малейшее даже какое-то движение тебя выматывает. Ты даже с парнями на улицу не пошла. Они сейчас гуляют без меня. Я на 170-й странице. И в принципе книга неплохая на самом деле. Не скажу, что она мне прям нравится, но я думала, будет хуже. Я думала, что она будет меня злить, там раздражать, ну или вообще вызовет какие-то более негативные эмоции. Но нет, в принципе неплоха. Мне нравится, что здесь герой размышляет о времени, о его свойствах, о вообще существовании в принципе, о воспоминаниях. Мне понравилось, как он сказал, прошлое это роскошь собственника. Вот действительно, да, люди, которые много чем владеют, они окружают себя вещами и воспоминаниями прошлого. Вот, например, мои книги. Они, вот, я посмотрю на какую-то книгу, у меня сразу какие-то вспышки воспоминаний, когда я ее читала. Или какие-то, да, сувениры, украшения, не знаю, вот что угодно. Тот, кто ничем не владеет, у него как-то и воспоминания, они цепляются, и они быстрее выветриваются. В общем, понравилась мне эта фраза, и размышления его о времени мне нравятся, как он пытается вообще понять, что это такое, ну в принципе, да. Если абстрагироваться от понятий, которые выдумало человечество, там минуты, секунды, время. Вот если подумать вообще о том, ну вот что такое, то, как движется наша жизнь. И довольно интересно. Я люблю, кстати говоря, делать такое упражнение, оно какое-то даже немного пугающее, когда вот я сажусь и понимаю, что сейчас вот это мгновение, оно все, оно уйдет бесследно, и наступит следующее, которое я не знаю, что с собой принесет. И вот я так сижу, все, наступило следующее мгновение, все, еще следующее. И как-то вот я так призадумываюсь о секундах, которые идут, и что с каждой секунды уже что-то меняется, и я уже не такая, как была секунду до этого, и жутковато становится. Ну вот здесь вот что-то точно такое же. Вот герой, он как-то пытается прям до глубинной сути всего добраться, опять же абстрагируясь от того, как это все называет человечество, и какие оценки критерий этому всему человечеству вводят. Вот он так думает о времени, о пространстве, о вещах, даже о людях. Вот, ну, пока читаю, в принципе. Неплохо, радует, что я познакомлюсь наконец-то с этой легендарной книгой, и уже не буду тем отщепенцем, который вообще не понимает, о чем говорят, когда говорят о тошноте Сартра. Вот, смотрите, с каким пренебрежением главный герой говорит о людях. Каким далеким от них я чувствую себя с вершины этого холма, словно я принадлежу к другой породе. После рабочего дня они выходят из своих контор, самодовольно оглядывают дома и скверы, и думают, это наш город, красивый, буржуазный город. Им не страшно, они у себя. Воду они видят только прирученную, текущую из крана. Свет только тот, который излучают лампочки, когда повернешь выключатель. Деревья только гибридных, а домашненных видов, которые опираются на подпорки. Сто раз на дню они лицезрят доказательство того, что все работает как отлаженный механизм, все подчиняется незыблемым и непреложным законам. Тела, брошенные в пустоту, падают с одинаковой скоростью. Городской парк каждый день закрывается зимой в 16 часов, летом 18, свинец плавится при температуре 335 градусов. Последний трамвай отходит от ратуши в 23 часа 5 минут. Они уравновешены, мрачноваты, они думают о завтрашнем дне, то есть, попросту говоря, об очередном сегодня. Вот, не знаю, тут он, болваны, мне противно думать, что я снова увижу их тупые самодовольные лица. Это, не знаю, я вот принадлежу к этим людям. И меня это успокаивает то, что и сегодня, и завтра, и послезавтра тела будут падать с одинаковой скоростью, а городской парк закрываться в одно и то же время. Это, не знаю, наполняет мою жизнь каким-то спокойствием и какой-то постоянной, которая эту жизнь обезопасит, так сказать. Видимо, поэтому мне не так сильно нравится книга, потому что, ну, ну, герой обзывает меня болваном. За что? За то, что мне нравится, что свинец плавится при одной и той же температуре каждый день? Ну, не знаю, мне кажется, я не заслужила этого. Вот так вот достал свою игрушку. Молодец! Просто самая разбалованная собака на свете. Я дочитала Сартра и, наверное, рассказывать буду под сумасшедший грохот, потому что я дала Джипсу пластиковый мяч, игрушку его. Он теперь его катает по всей квартире. Он лег в свою мягкую кроватку, чтобы мяч не грохотал. Видимо, услышал, решил облегчить мне съемку видео. В общем-то, читала я Сартра. Ну, в принципе, неплохо на самом-то деле. Мы с Альбиной когда-то обсуждали книгу, и Альбина мне сказала, что я слишком люблю людей. Вот, и с Лерой мы, когда обсуждаем книги, упираемся в то, что я слишком люблю людей, слишком люблю жизнь, чтобы вот прям, знаете, получать удовольствие от каких-то отдельных произведений, вот типа тошноты. Все-таки я настолько люблю жизнь, что, видимо, экзистенциализм, ну, явно не мое направление. И не особо мне интересно читать такие книги, где, да, обсуждается абсурдность человеческого существования. Я не нахожу человеческое существование нисколько абсурдным, поэтому как-то вот именно проникнуться и полюбить такие книги мне тяжело. Но я опять же рада, что, наконец, этот гигант от литературы мною прочитан. И хочется прям взять Камю следом постороннего и сравнить этих двух авторов, потому что, да, как есть Достоевский-Толстой, например, или кто еще там, какие есть такие лагеря. Ну, вот Достоевский-Толстой, наверное, самая популярная. Так вот есть и Сартер, и Камю. И эти лагеря враждуют друг с другом. Те, кто любит Камю, ненавидят Сартра и наоборот. И вот мне интересно, кто мне больше понравится. Хотя вот Лера, опять же, разрывает шаблоны. Она любит и Камю, и Сартер. В общем, вот такой получился влог, друзья. Два дня, две книги. Я прям очень довольна. Надеюсь, так и дальше будем лететь. Мне, кстати, вот часто, когда я обсуждаю какую-то книгу, пишут, что ты ее слишком быстро прочла, у тебя не было времени ее понять и прочувствовать. Вот про Тома Сама на волшебную гору. Мне писали, что книгу, это надо читать медленно. Я не могу читать книги медленно. Я от них из-за этого устаю. Они мне надоедают. И я их потом не хочу дочитывать. Я больше всего понимаю книги, если я их прочитываю максимально быстро. Потому что я не успеваю вывалиться из этого мира, отвыкнуть от него и как-то соскочить с повествования. И мне вот как-то, когда я вот сажусь на эту, и по этой колее вот еду, как-то быстро очень. Мне так гораздо удобнее, поэтому я рада, что у меня получилось Сартера прочесть довольно быстро. Я не растягивала его на миллион лет, потому что, вероятно, у меня бы совсем другие впечатления от него остались. Так что вот, надеюсь, и дальше будем быстро читать, быстро проникаться классикой. Увидимся завтра, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обнимаю вас всех крепко-крепко. И, конечно же, пишите мне, к какому лагерю вы принадлежите, Камю или Сартера. Завтра, может быть, мы поедем с Ваней в книжный посмотреть что-нибудь интересное для марафона. И если там будет Камю, то я его обязательно возьму и уже обсужу потом с вами. К какому лагерю по итогу я принадлежу. Все, друзья, пока!